прогноз погоды всем ясен прекрасная осенняя теплая теплая погода сама себе завидую что делаем как делаем спрашиваете вы ничего особенного не делаем сидели себе кофе пили потом вспомнили что работа украшает человека на труд труд украшает человека и стали трудиться потому что с этой стороны очень много теплоты к нам поступает пока не хотим столько теплоты домой так на самом деле домашние работы делала я свою очередь свою очередь дети еще в школе вчера был отдыхательный день что я делала вчера весь день делала но наверное не интересно никому всех хватает своих домашних тел сегодня хочу вспомнить про планы и то что прошло уже было утром днем сейчас уже сколько времени сколько времени 3 часа в ланч приготовлю детям попросили куриные котлеты куриного фарша такая маленькая пачка была индюка замешаю еще картофель 3 картофель припись пишите их писите потому что фритюрницы жарят поэтому а я переводила из английского слова free свободная картошка свободная на самом деле картошка свободно свободные чем некоторые люди своих мышлениях и вообще картофель 3 будет и котлеты а нам взрослым людям хотя он говорит я котлеты тоже буду а я не могу с мясом как-то не знаю последнее время не сильно связывается моя судьба рыбу купили из куску последнее видео они смотрели кускуаром оба еще из куску только-только вернулись ничего особенного нику не купили поэтому не сделали что купили из куску все уже сто раз покупали ничего оригинального ничего нового ничего такого сверх естественного поэтому да как обычно делаем не сделали рыбу купили из куску агина вернитесь зато помню а где остановилась наверное кусочек себе кусочек ему кусочек лилит остальные дети не едят рыбу не то что жалеем не хотим им тоже рыбу дать пожар или в аэрогриль поставлю такой маленький ланчик сделаем походу еще хочу рыбу посолить поперчить посахарить чтобы потом маринованную рыбу как называлась не забыла красная маринованная рыба это когда солим потом промываем потом с оливковым маслом немножко мажем на маленькие такие тонкие кусочки и с хлебом кушаем как называется эта рыба вопрос к телезрителю это тоже приготовлю вечером муж меня куда-то приглашает не знаю куда сам не знает куда она говорит хочу тебя куда-то пригласить хочешь со мной в это куда-то говорю хочу выйдем прогуляемся туда-сюда от у нас он вернемся домой вот все рассказала идемте готовить или ланч или обед к нам яблоки уже поступили почему-то мужчины думают что очень даже правильно ящик ставить сразу на стол очень хорошие яблоки прямо пахнут арам молодец что приготовлю не знаю но хочу яблочный уксус это точно хочу приготовить но сейчас не про уксус сейчас про курочку с индюком посмотрим какой комбинация получится но главное что-то вкусное точно получится вот почищу поблищу ингредиенты достану и продвинем продвинемся дальше думаю 2 яйца хватит зукини туда не добавлю такой фарш уже мягкий сам по себе не хотим больше смягчать два яйца тут наверное два килограмма мяса будет два чуть больше двух килограмм записывайте кто делает котлеты по рецепту скажите точно по рецепту в комментариях напишите открывает рецептную книжку и добавляет туда ингредиенты это лук из блендера наверное целый лук если туда положить очень даже правильно будет три зубчика 4 зубчика кто сколько хочет чтобы пахло чесноком столько и положите хватит я везде повсюду любой фарш любой любое блюдо добавляю чеснок мой секретный ингредиент иногда спрашивают зачем туда чеснок как можно туда чеснок это значит эти люди чеснок никогда туда не добавляли а если добавите в следующий раз будете добавлять я тоже была анти чесночница анти лук щица и когда начала уже добавлять здесь вообще одна лук не могла смотреть особенно вареный это был какой-то не знаю не мой ингредиент а сейчас везде повсюду но главное чтобы не видели хорошее количество черного перчика удивлен в этот раз много специй не положу честное слово черный перец немножко красный чили чтобы такие точечки красные придать какой-то цвет придать бедному бледному фаршу походу как ты ешь фисташку и снимаешь девочки смотрите одной рукой есть ой а мы думали бедный оператор не ест не пьет только снимает а и гене ест и пьет видите человек как говорят на армянском на мокром месте долго не сидит не полежит на мокром месте есть такое как будет выражение на русском такой человек который сам себя найдет но не 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 прибедниться в общем это наш оператор походу найдет там печенье там целый такой толстый кусок кекса банановый шоколадом с орехами где кексаром целый толстый кусок вот видите так что не надо мне тут оператор бедный голодный откуда у него живот если он голодный хотя вы правы живот это не еда а кому к нерву вы говорите все таки какой-то ароматный ароматную зелень стоит туда добавлять петрушки не ароматная зелень но добавим пусть будет какая-то зелень дети не против но из ароматных каплю 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 если найду и обезвредили немножко курочка очень любит орегано чабрец курочка вообще любит зелень кориандр тоже любит кинзу любит что еще любишь укроп укроп тоже любит карри тоже любит такие не начинайте курочка любят карри и чеснок очень вкусно на этом остановлюсь буду замешивать если вдруг сердце почувствует что что-то все таки туда нужно еще добавить соль добавила может и добавлю или может уже добавлять мясо еще немножко замороженное сейчас замешаю узнаю что мне туда еще добавить и это сушеные сушеные сухари сушеные сухари немножко красный перец пропаста красного перца никому еще не мешало так придаст какой-то хоть хорошенько замешиваем и думаю остальное и все котлеты не сделаю здесь много фарша колу лаки сделаю фрикадельки или супчик сделаю или духовке пожарю с макаронами как двери открывают как будто ну и все таки ну и все таки ну и все таки со всеми родителями индивидуальное собрание индивидуальное собрание ой какой холодный фарш руки замерзли видите какой мягкий туда больше ничего смягчающего не надо добавлять можно было немножко наверное оливкового масла добавить но уже не добавила соду тоже не добавила сода кроме того что смягчает фарш еще они такие котлеты такие пухленькие получаются и легкие ой какой холодный сейчас простужусь горло заболит почти готово хорошо пахнет ничего не буду добавлять о когда вы не смотрели я тайком туда немножко базилика добавила сушеного там у меня был сушеный базилик подумала что мне делать как мне быть никто не видит никто не смотрит добавлю сюда и не помешает сушеная зелень фарш только добро добавит вкусность в этот раз сделаем не колобочки а в форме плоского кебаба такие красивые красивые окей у меня мало этого сушеного сухаря этих сюда поставлю немножко здесь сделаю может и есть если поищу вообще должна сделать генеральную уборку шкафов всех не шкафов шкафов а шкафов где разная сушеная сухая еда сухари должна уборку сделать но никак не соберусь это как холодильник но хуже холодильник тоже с той поры помните когда я говорила и холодильник должна быть еще не чистила ах хагина а мы думали вы чистила чистила мастила неправильно думаете я чистюля то что касается вот так я вижу хорошо чисто аккуратно блестит а в холодильнике походу так делаю так почище туда почище вчера или позавчера сын говорит о холодильник почистила я говорю нет сынок туда-сюда понаставила и видно вроде бы почистила может и будет хватит сушеная сухарев имею ввиду можете внутри кусочек моцареллы положить когда будете жарить я не сильно любительницы наши дети тоже чтобы оттуда что-то текло или кусочек масла тем более масло кладу сверху и пропитывает котлеты очень вкусно получается думаю хватит я не ем дочка не ест остальное больше чем нужно так это идет фрутер я не знаю что со мной постоянно аэрогриль называю фритерницей что за симптом фритерный симптом у меня ну вот так получается у нас масло сегодня свежее фермерское из чьей фермер не знаю но и не из нашей у нас не будет фермера в жизни это точно разве что пару курочек я думаю я должна завести этих курочек потом сожалеть и тогда успокоиться пока я их не заведу не сожалею ну знаете какие сожаления могут быть не успеваю за ними ухаживать их искупать время с ними провести качественное и тому подобное это должно произойти чтобы мне был урок вот тогда я успокоюсь и не буду больше мечтать о курочках а пока каждый раз выходим пить кофе там у нас петух кричит ворчит хотя петуха не хочу но приятно когда эти звуки куриные знаете и потом промежуточно петух это так прекрасно всегда говорю ах если бы у нас были курочки наши бы кудрахтали а соседский петок бы кукарикал и сельская идиллия была бы но нет капельку масла так что думаю к весне я уже сосредоточусь большой курятник или всего 5-6 и я успокоилась оставила и вас и себя и этого бедного голодного оператора в покое вы со мной наверное не придете я побегу и вернусь не чищу не чищу картошку поверьте весь вкус весь этот аромат картофельный именно в мундире поэтому не чищу но хорошо почистила промыла в воде оставила с содой так промыла картошка начала плакать и не такая уж грязная как мысли некоторых вот эти просто удаляю вот такие штучки уже знаете но оставляю по возможности побольше мундира но кожа картофельная как будет верхний слой не знаю это совсем плохие бывают поэтому нужно аккуратно с этими огромными особенно всем пришел говорит какая картошка большая мама это ты вырастила конечно кто же еще смеется мальчик шутки жутят моя картошка вообще не взошла то что посадила недавно хочу порезать так как обычно картофель фри режут сильная большая не хочу делать делать нам нечего тут с картошкой нянчиться купила 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 эту штуку который специальную штуку но не доставили писали не можем доставить наверное эти разные ураганные ситуации у людей всякое разное думаю из этих штатов поэтому не доставили это не нужно ничего сладкого не ешь и обратно пошла сказала сладкого не ешь позже ничего не взял с шкафа может все-таки один такой большой сделать длинные фрайс сделаю большой фритюрницы или аэрогриле коротенькие другой и угадайте у меня еще одна в коллекцию фритюрниц аэрогриле добавилась еще одна я думала один и тот же аэрогрил то что у меня уже было то что название одно и то же оказывается это был совершенно другой на англоязычном канале будет ролик увидите такой хороший хорошенький у меня сейчас сколько их крытьюрниц или аэрогрилей много не бывает аэрогриль какого рода мужского крыль аэро среднего мужской средний род бывают такие мужчины среднего рода бывают наше время женщины тоже бывают среднего рода хорошенько промываем подсушиваем соль перец что хотите специи добавляем немножко оливкового масла поливаем и фару грыль за все ваши фарси этих пристроим сюда они коротенькие маленькие капельку масла немножко соли соль хотя говорят лучше достать потом добавить поэтому делаем как хотим думаю просто соль обычно смягчает картошку раньше времени поэтому говорят можно потом но в этой в этом аэрогриле очень хрустящий очень такой хороший получается поэтому не будем сильно нянчится немножко чесночный порошок дети любят чесночным порошком в прошлый раз пробовала две специи один барбекю тоже очень вкусно получилось всем очень понравилось красный чили капля пусть ходит пусть ходит а куда поставила иногда вы можете меня знаете что туда ставлю немножко чуточку капельку вот массируем массируем знакомим специи с картошкой картошка специи очень приятно сюда друзья товарищи остальных нижней это хватит очень большие картошки были картошки картошка котлеты почти готовы еще девять минут и все такие румяненькие красивенькие вот вот опять с барбекю сделаю раз уж им так понравилось а где барбекю какой барбекю поставил помню что вот это барбекю вану вану по моему там соль тоже есть или нету не знаю готовы специи разные максы бывают специи очень вкусно с картошкой и трудиться не приходится каждую специю так отдельно добавлять не знаешь сколько может быть не знаешь сколько добавить поэтому максы очень хорошо работает соль добавим чуточку на сердце в плюх на блюне он комит сразу голову приподносят так они думают что лучше мы им голову поцелуем чтоб умнее стали еще чтоб еще умнее стали один толстенький был порезал это тоже толстенький ухвили ватсвили сапат раз да я знаю это новая норпетка порценьк я фольгу застелила на дно чтоб не капало потом удалю походу потому что без фольги в сеточке лучше сушится неплохо как дурбатик пока они откроют я открою значит достала салат чтобы просто так листочки покушать потом думаю давай сезар сделаем салат ну цезарь не цезарь может быть но по моему все ингредиенты есть по моему чеснок взяла все на глаз делаю просто обычный такой маринад или заправка для салата можете побольше приготовить оставить в холодильнике и потом когда нужно салат порезать и сверху по не побрызгать полить или залить чеснок берем еще и анчоуис тоже добавляют классический вроде бы салат обязательно с анчоуис подождите посмотрю есть он у нас он у нас был но поскольку я почти не пользуюсь этими ужасными рыбками ну у нас он был или где-то окей сейчас человека можно найти в нашем холодильнике подождите сюда тоже загляну быстренько анчоуис придает такой нужный аромат этому салату или заправке помню когда купила принесла из магазина банка открылась и немножко этого масла потекло поэтому пакет поставила хоть если бы чистила холодильник могла бы и найти маленький такой анчоуис достану это масло просто сверху масло застудилось совсем маленький нужен нам он очень такой ароматный поэтому сильно много не надо просто чтобы придать этот специфический вкус взяли и мелко-мелко сейчас почищу потому что так я не могу я в таких условиях не могу работать окей анчоуис сейчас радуется говорит наконец-то и до меня дошла очередь мелко-мелко потом еще мельче чтобы никто не увидел не догадался это масло оливковое ничего если все равно масло туда добавляют и можно домашний майонез сформировать если очень хотите но я не хочу домашний я купила майонез не домашний майонез купила должен быть хороший с оливковым маслом эта компания все очень вкусно делает показывала вот вот эта компания мелко-мелко порезали никто не видит не догадывается немножко вот так сделали и на чеснок вот так как раз пармидиано уридиано тоже свежий вкусненький эх сейчас пахнет рыбой и так сильно пахнет уже не пахнет целый лимон или можете два лимона не знаю сколько заправки здесь получится но сколько получится столько и получится какой лимон не выжимающийся крепкий таки можно знаете что делать взять ложку и потрудиться я люблю еще цедру добавлять но цедру естественно не добавляют но я люблю когда вкус лимона чувствую в салате не только кислоть но и аромат немножко расслаблю инструментом есть у меня инструмент специальный для лимона если спрашиваете там там майонез где-то столовая ложка если немножко туда и немножко сюда в жизни салата ничего не изменится и да одной и той же ложкой добавляю горчицу чайную ложку мастерд дижан мастерд дижановский как называется дижан мастерд горчица такими семенами не знаю оливковое масло сколько хотите оливкового масла две-три столовые ложки черный перчик соль немножко добавлю потому что туда еще добавляю который соленый и всегда знаете соль можете потом добавить если хотите червку и все это дело замешиваем легко и просто просто иногда то есть всегда лень готовить заправку для этого соуса поэтому когда готовим дочке тоже говорю я приготовь очень много целую баночку приготовь это лучше в баночке сделать хорошенько пошатать использовать сколько хотите остальное в холодильник убрать мало да сделала я тёпли побольше нужно еще и сыр сверху тоже добавляем трем альма во сне бежит и такой звук лучше каким-то виском виск венчик венчик хорошенько хорошенько вот так вот замешать замешивать на вкус попробовать если нужно что-то добавить скажем побольше соли побольше кислости чеснока кто что захочет уже добавит я думаю я лимонного сока добавлю еще один лимон добавлю какой вкус какой вкус ненький давайте этого лимона добавим пусть будет даже лимонного масла немножко тоже добавлю побольше заправки будет у нас будем рады котлетики может быть крутоны тоже успею в этой в этом аэрогриле приготовить потому что салат всегда вкусный с этим хрустом именно где наши вещи поместится не помнят не поместится горячие но терпимо у нас есть экспириенс руки антиогненные антипожарные закрываем на стол Луччан мне отвози с эрфраера Бегели Меча там у меня готовый френч фрайс можно туда закинуть пару крутончиков а я ждала думаю что с нашей альмой у нас есть все эти готовы он озевалов извините не вовремя подали картошку сюда окей а те еще не готовы а сюда немножко подождите пару штук крутонов не помешает так сделаем удаляем эти сухие части хотя для меня этот хлеб все части очень даже можно подождите вот так сделаем это не для крутонов это очень пористый хлеб для крутонов нужно как хлеб для сандвича делаем более такой dense густой более густой хлеб кубики каплю соли каплю каплю чесночного порошка скажем и абсолютно капля-капля оливкового масла это не то что обычно делаем ну пусть так ничего не будет будет так пару хрустящих нюансов к салату очень даже будет к месту окей и ты туда иди все быстро быстро как скажут так и сделаем нужно видите ли этот салат иметь предпочтение нужно обрывать а не резать а то не вкусно будет сам салат сказал кому-то не знаем никто не видел кто эти изучения делал почему к такому выводу пришел вот никто не знаем никто не знаем ну так даже лучше между кусочками могли собраться на вилку а то знаете могут быть трудности с поглощением еды так вкуснейший салат у меня в огороде еще черри томаты есть если не ошибаюсь этот салат оригинал без томатов без курочки без чего он сам по себе вот такой и крутоны а крутоны не знаю может быть крутоны там были может быть все не добавлю очень много заправки сделала молодец дочки не знают что там это рыба не хочу имя сказать младшая попробовала говорит вкусно старшая тоже попробовала говорит вкусно но если вдруг скажу я там эту рыбку поставила положила или ой зачем мама и будут искать вкус рыбы я хватит дирижируем кажется здесь всю заправку туда нужно еще немножко немного заправки сделала я не молодец перчика немножко добавила просил и сейчас крутоны наверное почти готовы за крутонами побегу в нижнем этаже картофель фри готовится пока эти сидят те будут готовы казнистая карта смотрите какие прекрасные побольше получились размером все начинаем так вот Все поели, разбегались, разбежались, разбегались. Гене, вы знали это слово, Гене все знает, но забывает походу, сын поехал в магазин покупать краску, будет красить наши эти пелентусики, еще дверь будет красить, свою комнату красит, а еще хочу, чтобы покрасил нашу дверь входную, но только с этой стороны. Он сказал нам это в другой раз, говорил, какой раз хочешь, но так хочется покрасить эту дверь. Окей, это уже на завтра, сейчас в аэрогриль спущу. На завтра, наверное, спагетти и с красным соусом томатным. Соберу всех, покормлю и буду свободна. Там у нас котлеты охотались, наверное, это на ланч завтра. Детям соберу маленький что-то, возьму. Не люблю в больших контейнерах оставлять маленькую еду. Дочка всегда оставляет, говорю, то, что мне так сильно как бы в наследство досталось от моей мамы. Привычка такая, как сказать, как назвать эту привычку, хозяйственную привычку. В общем, вы уже знаете, пишите, наверное, как назвать. Но она всё упаковывала в маленькие такие посуды или съели обед, вроде бы там ещё есть в кастрюле супчик или что-то. Если даже наполовину поели, она это в маленькую кастрюлю. Anyway, дочка, когда вижу, оставляет, говорю, нет, так нельзя, бабушке не понравится. Котлеты уберу в маленькую мисочку. Этих туда. Фрайс немножко остались. Арнад сказал, я вернусь и съем. Значит, сюда поставим фрайсов. Дочки вернутся, сказали, мам, несколько минут отдохнём. Устали сегодня? О, в колледже были устали, бедные. Это их работа после ужина, обеда. После всего говорят, мам, у тебя больше дела нету, я только готовлю. Я готовлю, они собирают у нас у всех свои обязанности и должности. Окей, арам, наша с тобой должность после обеда, ужина или чего-либо уединиться на две секундочки, посидеть, о том, о сём поговорить. Кофе не будем пить. Яблоки будем резать, кушать. Хочешь? Яблочный сезон всё-таки. Окей, я вернусь. Сюда, наверное, давайте каплю масла добавлю. Каплю-каплю, чтобы было на чём жариться. Курочка не жирная была, грудка была. А индюк, мясо индюка, а не грудка. Окей. Так, тихо, мирно. Арам, может, яблоки покушаем? И грязь пойдём или прогуляемся, или проезжаемся. Что скажете? Хочется немножко прогуляться. Такой плотный ужин был у нас. Я думала, я мало-мало, я на диете фигуру берегу, но наелась на все катушки. Хочется подвигаться немножко. Яблоки такие хорошие, сочные, хрустящие. Я кожу удаляю. Мне так нравится. А он с кожей любит. Этот Джона Голд. Очень хороший сорт. Мы тоже посадили, но кажется, это дерево не вырастет у нас. Или вырастет, не знаю. Сосед очищал нашу территорию, попросили мы. И случайно трактором немножко, немножко, немножко скосил наше дерево. Но выросло. Эти ростки пошли, но сейчас ничего нету. Может, ещё один купим, посадим. Хотя зачем сажать? Можно пойти купить. Очень много хороших сортов. И в сезон очень много яблок. И только яблок. Больше ничего. Сегодня с мамой разговариваю. Говорит, Арнак показывал, что у вас рядом с бассейном ну, там домик рядом с бассейном, где мотор и всякие такие бассейнские принадлежности. Говорит, там большое гнездо, осиное гнездо. Говорю, хорошо, мам, хорошо, что сказала. Я не смотрю его видео. Не успеваю вообще ничего смотреть. Говорю, обязательно пойду уничтожу. Потом вспомнила у нас ещё и в этом сарай. Как назвать эту штуку? Как хотите, чтобы назвали? Шед, говорим на английском. Сарай. Сарай. В сарае тоже они понабрались. Арнак их очень боится. Очень боится. Вместо того, чтобы я боялась, меня укусили два раза. С двух мест. Твойной укус. Тройной тулуп. Да ещё и оказывается, у меня аллергия. Писали, что муравей ядовитый. Нет, это здесь обычные красные кусачьи fire ants называют их. Огненные муравьи. Обычный огненный муравей меня укусил. Их укус, как укус анахеру. Как укус осы. Или осы. Арам, это открывается. И так, друзья, товарищи. Если после этого видео вы меня вдруг не увидите, значит, аллергия была серьёзной. Осы. Вот тут. Вот тут. Видите? Арам, значит, план такой. Спрею и бежим. Окей? Немножко туда, чтобы я смогла хорошенько убежать. Они сейчас, думаю, немножко спят. И побежали, арам. Жестокие. Человек, я не знаю. Они жестоко кусаются. И потом, если их не удалить, они вот здесь хотят жить. Нас вытеснить, сами жить. Извиняюсь. Простите. Пошли. Говорят. Если поставить, что солярку или что-то. Но туда солярку не поставить. Потом, мало ли что случится, пожар будет с соляркой. А так, пока они ещё детишек не родили, лучше... Она так шустрая. Но, ари! В ту сторону ходит. Лес давно не ходили. После нашего... То есть вы не ходили. Мы ходили. После затопления. Мы с вами не ходили, но туда медведь ходил. Повезёшь меня? Медведь. Мы шли гуляли. Так невинно себе гуляем. И видим такие вот... Он на инстаграм фото сделал, выставил. И сразу говорю, давайте пойдём наверх. Там, поскольку никто не ходил, очень хорошо видны были все эти следы разных животных. Маленькие, зайчики тоже есть, кролики или зайчики. И вот такой. Это был он. Но, говорят, он никого до сих пор не обижал. Очень пугливый. Людей увидит и убегает. Чёрный медведь. Говорят, он не такой, как коричневый или белый медведь. Арам, давай в лес спустимся. Около этого остановись. Быстро побрызгаю и убежим. Инструмент дай мне. Альма. Сейчас она бегать будет за нами. Ну и хорошо. Она очень хорошо питается в последнее время. Очень плотно. Не знаю, кто-то у нас в доме Её очень балует и много кормит. Вот не знаю, кто. Сиренность она ждёт. На старт, внимание. На. Добрались я. Не этот. Сейчас это покажу. Это Арам. Другой. Она говорит, их называют какие-то глиняные или какие-то осы. Эти внутри тоже есть их гнездо. Ну-ну, Арам, не это, не это, подожди. Не надо брызгать. Идите, вот. Их там никого нет. Но вот моя мама лучше знает, где находится. Подожди. Вот эти, подождите. По информации моей мамы, их там очень много и гнездо большое. Но вот гнезда я не вижу. Их я вижу. Арам, я должна побрызгать и бегать. Подожди. Всё, закончилось. Мало было в этом, а. Хорошо, что меня не съели. Но всё-таки, по информации, по данным моей мамы, большое гнездо, говорит. Нету тут гнезда. Может, внутрь и они. Окей, хорошо. У меня ещё одна бутылка есть. Пойду принесу. Хорошенько побрызгаем, пусть уходят. Пойду принесу. Одна-то даже должна спросить. Я там гнезда не вижу. Может, позвоню. Ещё немножко побрызгаю там чуточку. Видите, как не боюсь? Если бы вы чувствовали, как боюсь. Где Аня, Арам? Нету уже. Маленькое гнездо. Они только-только начали тут обосновываться. Ван, это не брызгает. Может... Наверное, не открыто? Попробуй. Там ящерица, кажется, есть. Ящерица их ест. Уже не съест. Но в той стороне нету, если я не ошибаюсь. Это просто гнездо. Смотрите, там ничего нету. И такого гнезда тут полным-полно. Мы позвали, когда приехали только... Просто я просто загляну быстро. Позвали, и кто-то побрызгал. Тут нету гнезда. А, здесь у нас свет есть. О, там, смотри, там, высоко. Ничего нету, но гнездо есть. Любой момент они могут собраться и как коллективно устроить себе гнездо. Мои наблюдения показали, что там ничего нету. Думаю, этот человек, когда пришел, побрызгал. Он основательно побрызгал. Хотя после его ухода я еще вынуждена была там побрызгать. Ну, природа. Живем в природе прямо ожидаемо. Но нужно как-нибудь себя чуточку защищать от укусочих, кусающих, укусливых. А насчет медведя не знаю. Свисток, муж говорит, не поможет. А что поможет? Спреи продают. Но пока не сталкивались. И никто из соседей не сталкивался. Очень аккуратный медведь. Просто разок проведемся. И вы увидите, и я сама вместе с вами. Посмотрим. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok